В Алматы сегодня стартовал форум женского предпринимательства Women in Business. Это уже второе подобное мероприятие, организованное Советом Деловых Женщин Алматы. Диалоговая площадка собрала большое количество узнаваемых лиц. На форуме работает и наша съемочная группа. Сейчас на связи со студией мой коллега Тимур Ермашев. Тимур, что интересного происходит у вас? Мадина, привет. Все верно. Мы находимся в женском форуме. Это уже второе подобное мероприятие. Первое проходило в прошлом году. Ровно год назад, 20 февраля, у организаторов есть намерение сделать фиксированную эту дату. И 20 февраля каждого года деловые женщины Казахстана будут собираться здесь, в Алматы. Возможно, место дислокации поменяется. Я отмечу, что генеральным партнером сегодняшнего форума является Народный банк Казахстана. Сейчас рядом со мной находится председатель правления Народного банка Умут Шайхметова. Умут Балаханна, добрый день. В прошлом году, на ваш взгляд, что изменилось с прошлого форума для делового климата и так далее? Вы правильно заметили, что это уже второй форум. Наверное, состав, я вам скажу, что это в основном очень активные женщины-предпринимательницы. Мы знаем, что город Алматы – это тот идеальный город, я считаю, который представляет нашу экономику в стране. Когда мы говорим о том, что мы хотим, чтобы доля МСБ в экономике росла, то именно Алматы является тем примером, куда нужно всем нам стремиться. Потому что здесь нету добывающей промышленности, здесь нету обрабатывающей, здесь только малый-средний бизнес. И задача наша такая. В первую очередь, показать наших ролевых моделей города Алматы, активных женщин-предпринимательниц, чтобы они показывали своим примером, что можно верить в себя. Можно пойти взять небольшую сумму кредита, а может быть и что-то иметь в свои собственные накопления. Мы хотим создать маленькое дело, ресторан, ателье, стоматологический кабинет, маленькую дизайн-студию и так далее, и так далее. И мы видим, что женщины идут на такой риск, он в принципе оправданный. Мы видим, что уровень проблемных займов очень низкий, мы видим много программ, поддерживающих как со стороны государства. Сегодня мы услышали программы EBRD, Европейский банк развития. Со стороны Халыкбанка у нас выделено 3 миллиарда тенге под 5% на женское предпринимательство. Со стороны Жилстройсбербанка, здесь вот сегодня уговорилось. То есть, в принципе, я могу сказать, что это очень полезная площадка. Она не пиар-площадка, а это именно площадка, где можно познакомиться, где найти свой нетворкинг, найти партнера будущего, поднять острые вопросы и найти на них решение. Давайте чуть подробнее на том займе, который вы предоставили. В прошлом году вы заявили о том, что готовы предоставить этот годный кредит. Отслеживали ли вы как-то историю получателей этих займов? Что в итоге они сделали? Да, эта программа уже трехлетняя. Сначала мы объявили миллиард тенге под 5%. Он у нас очень быстро был выдан. Сегодня у нас 372 женщины работают в рамках этой программы. Затем второй год мы тоже добавили еще миллиард, потом третий год еще миллиард. И вот сегодня общая сумма – это 3 миллиарда тенге, которые финансируются под 5%. Как я сказала, 372 женщины везде по стране, это не только город Алмата, очень активно берут, погашают. И уровень проблемных кредитов очень низкий в этой программе. А какие сферы выбирают? В основном первое – это торговля, розничная торговля, это пищевая промышленность, это легкая промышленность, это дизайн, креативная экономика. Вот эти вот основные направления. Мудболтхан, спасибо вам большое, что согласились уделить нам время. Я напомню, это была представитель правления Народного банка, Мудша Ахметова. Форум продолжается в общей сложности. Здесь присутствует около 300 участников, в том числе это женщины, приехавшие из-за рубежа. И, в общем-то, это пока вся информация, о которой мы можем поделиться к этой минуте. Ждите подробностей в наших следующих включениях. Коллеги, вам слово. Ну что ж, спасибо большое, Тимур. Ну а тем более... Субтитры подогнал «Симон»